О первой горбольнице Архангельска в этом году исполнилось 100 лет. Об истории известной здравницы региона, специалистах и достижениях расскажет краевед Дмитрий Юрков. 230 лет назад по указу Екатерины II в Архангельске была открыта больница приказа общественного презрения. Располагалась она не здесь, а по некоторым сведениям в районе Соломболы. Было в ней 28 коек гражданского населения. Это сейчас первая городская может разместить порядка тысячи больных. А работают в ней 2014 человек, медсестер и врачей. Первые 100 лет для первой больницы Архангельска оказались трудными, как и в одноименном советском фильме. Первый врач здесь появился в 1800 году, а второй спустя 64 года. В общих палатах ютились роженицы и венерические больные. В начале 20 века газета «Северный листок» писала, «Удивительно, что врачи при таких убийственных условиях продолжают вообще работать. Очевидно, что энергия у них иссякла». Однако именно благодаря энергии и энтузиазму сотрудников больница развивалась. Она получила статус губернской, делались довольно сложные для своего времени операции. И как следствие, в Архангельске в 1932 году открылся мединститут. Новым серьезным испытанием для первой горбольницы стала Великая Отечественная война. Сотрудники неделями не уходили с работы, а врачи до 20 раз в месяц оставались на ночное дежурство. И при этом успешно боролись с зажигательными бомбами. Немцам в итоге удалось лишь спалить вещевой склад и старое здание патологического отделения. Архангельская городская больница стала родоначальницей самостоятельных лечебных учреждений. Инфекционной, психиатрической и детской больниц, лечебно-физкультурного, противотуберкулезного, кожно-венерического и онкологического диспансера и станции переливания крови. В 1960-м первую городскую больницу возглавила Еликанида Егоровна Волосевич. 48 лет в должности главного врача. Человек эпоха. Человек-история здравоохранения на русском севере. Еликанида Волосевич работала так же напряженно, как и ее коллеги в годы войны. Сохранился знаменитый фонарик, с которым она обходила больницу по ночам. При Еликаниде Волосевич первая городская превратилась в большую стройку. И главным событием стало открытие нового кардиокорпуса. Набранный темп коллектив больницы не снижает и в наши дни. Введена в строй новая кислородная станция, реконструирован операционный блок. В общем, сегодня мы уверенно можем сказать, что первая городская остается первой не только в названии.